А потом скиньте мне видео и посмотрите. Конечно, конечно. Ютуб. Ир, что он делал? Плюнул. Плюнул? Слушай, а что ты плюешь на Героев Небесной Сотни? А ну расскажи. До конца. Ты кто такой? Как тебя зовут? Какая разница. Какая разница? Ты плюешь на Героев Небесной Сотни. Какая мне разница? Ты кто такой? Я гражданин Украины. Как тебя зовут, гражданин Украины? Ты из Херсона? Да. Как тебя зовут? Я не скажу, как меня звать, потому что это мое вечное дело. А это наша особистая история, что ты только что плювал на Героев Небесной Сотни. Ты знаешь, что они за Украину загинули за единую? Не знаю. Не знаешь? Ты не знаешь, что они воюют за целесную Украину за единую? Я воюю за целесную. А как ты воюешь за целесную? Я пошел на выборы, проголосовал за Порошенко. И что? И то. На тебя же никто не плюет. А ты плюешь на тех, кто загинул. Знаете почему? Потому что люди, которые воюют сейчас на Донбассе, они убивают обычных людей. И вот смотрите. А кто там воюет? Кто приехал туда воювать? А с одной стороны приехали русские, как вы говорите. С другой стороны приехали наши. Чего приехали туда русские? Подожди. Мы же тебе не говорили, кто туда приехал. Это ты только что придумал. Я ничего не придумал. Кто приехал на территорию Украины? Кто приехал на территорию Украины? Кто? В том числе и всякие поляки, американцы и прочее. Эти парни защищали конституционный строй. Потому что есть такая профессия. Ветчизну защищать. Они воинские. И эти парни воинские приехали. Вот смотрите. Они что делают? Они защищают конституционный строй. Да, это вы так защищаете, да? Мы защищаем Украину, территорию Украины. То есть какая-то бумажка? А почему бумажка? Если это бумажка, то что ты плюешь в обличье? Это фотографии тех, кто загинул за Украину. За Украину? Да. Ты не знал этого? Ты кто? Сепаратист. Я просто гражданин Украины. Нормальный гражданин Украины в жизни никогда не будет плювать на тех, где написано, кто эти люди и за что они боролись. А ты борешь и плюешь. А я не считаю, что они боролись за Украину. Понятно? У вас такое самое мнение, что надо плювать и те и плювать? Он шел и плював. Он шел и плював. Вы считаете, что это нормально? Не надо вообще плюнуть в лицо. Не надо вообще наказать тех, которые убили. Вот этих надо, да. А это вам плюнуть в лицо. А убили американцы. Вы это знаете. И вы знаете, что убили американцы. Д ripple WAVAD. Но мы этого не сделали. Знаете что? Вы это убили. Мы этого не сделали. Вы же невынули с этим оружием были. Вы там были. Вы забачили. Где вы были? Расскажите. Где вы были и что не вы sticking? Вы видели, что 미국 USA нашли вот этот американец СМАН. ьеasgun, который действительно стрелял в этих ребят. Где вы были? Расскажите, где вы были. А что я вам даже рассказываю где я была? Ну вы говорите видели американцев. Расскажите, где были? А не американцев, а американское оружие. атыorb. А что, вы не видите, кто у нас в СБУ сидит? А вы что, не знаете, сколько ночью бедных ребят, вот таких вот, как стоят, убивали там в котле? Вы знаете об этом? Кто у нас в СБУ работает, расскажите. А вы что, не знаете, когда на шестом этаже полностью американская заняла пятый или шестой этаж в СБУ? Боже мой, скажите, пожалуйста, вот это дуже цикало, вот это дуже цикало в СБУ почутка. Скажите, пожалуйста, что там на Майдане делал посол Америки больше и так далее? Что? Русский туда приезжал? Приезжали. Санкт-Петербург, рассказывали. Приезжали люди из Санкт-Петербурга, из Москвы. Те патриоти, которые поддерживают и украину. Нет, 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 этого не надо, это не надо снимать. Не рассказывайте. А вот этих несчастных убивали людей. Вот такие сволочи, они теперь руководят страной нашим. А теперь мне объясните, что там делают в Донбассе бандеров с Украины, в Западной Украине. Слушайте, есть такая профессия, вятчизну защищать. Что вы говорите? Украина, это территория, украина, это... А мне не нужно. Ну, отдайте часть своей квартиры соседям, почему не отдастесь? Я все, что вы готовы. Часть квартиры, вы готовы отдать соседям? То не бандеровцы. Не смейте ображать людей, которые живут в Западной Украине. Почуйте меня. Почуйте меня. Не берите грех на душу. Украина – это домовка наша. Мы не можем часть домовки отдать. Кто вам подарил домовку вашу? Господь Бог? Господь Бог? Да, мы тут родились. Комунисты вам подарили. Мы тут родились. Комунисты вам подарили. Да, да, да. Слушайте вас. И, до речи, моего батька, послушайте мне. Не, я не закинчила, не перебивайте. Я вас слушала. Украина – это наша домовка. Мы не можем двое комнаты отдать кому-то там соседям. Потому что, по Конституции Украины, Украина единая, унитарная, соборная, неделима. Наши защитники Украины, ее защищают территорию. Мы не посыгаем на чужую. Смотрите, 1994 год. Підписали меморандум. На взамен свою ядерную сбору скинули. Я все знаю. Не треба мне рассказать. Чому зараз посыгнули на территорию Украины? Вы мне скажите, будь ласка, что тут делают бандеревцы? Почему они бегают с красным и червовным флагом? Почему они бегают с фашистским флагом? Послушайте, это не фашистский фапор. Теперь почуйте меня. Помогите. Мой батько. В конце 1946 года из Чехословакии, когда вернулся домой, я из Винницкой области, написал письмо маме, что через 10 дней я буду дома. А мы до 50-го года не дочекали. Знаете, что случилось? Ваши защитники, патриоти, сраные, извините, убили я только за то, что был в советской форме. А он всю войну прошел. Теперь, когда я разговариваю... Я не знаю, документы мне привезли. Не экологисти. В Западную Украину женщина привезла, виросла, она была маленькая. Документы остались. На 50-м году мне принесли. Теперь скажите мне. Как тогда людям зомбовали головы, так и сейчас зомбуют головы. И когда я разговариваю с западницами, коллегами, они говорят, что мы защищали свою землю. Десять лет, миллионы убили письмени. А что сейчас они делают? Что сейчас они делают? Миллионы убили письмени. Давайте сейчас скажем. Что они сейчас защищают свою землю? Что? Скажите им, дякую. Вони не бандеревцы. На Запад. Это Украина единая. Где тут Запад и где тут? Кто вам ее сделал? Не делите. Ви, коммунисты, не делите нам Украину. Вона единая, понимаете? Не делите людей. Я согласен. Только мне нужно, чтобы тут были американцы, поляки и немцы. Покажите мне хоть одного американца. Где вы их видите? Покажите хоть одного. Слушайте, у людей нас виноват. Идите с Богом.